МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях дня к этому часу далее говорим на Фридом. Это наше время. Здравствуйте. Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку Херсонской области. Утром выпустили по селу больше 20 снарядов. Один человек получил ранение. Повреждено несколько частных домов, сообщает областная военная администрация. Владимир Зеленский во время визита в Волынскую область проинспектировал ход строительства оборонных укреплений на границе. Президент Украины подчеркнул, что защита государственных рубежей в регионах, которые граничат с Белоруссией и Россией, это один из главных приоритетов страны. Также во время рабочей поездки Владимир Зеленский провел совещание по безопасности северных районов Украины. Отмечу, что на Волыне давно активно укрепляют границу. На большей ее части уже оборудована система инженерных заграждений. Пограничники роют противотанковые рвы, устанавливают зубы дракона и возводят металлические заборы. Эти конструкции рассчитаны на затруднение движения тяжелой техники и пехоты потенциального противника. В течение суток на фронте произошло почти полторы сотни боевых столкновений. Также российские оккупанты сбросили на территорию Украины около ста кабов и ударили по мирным населенным пунктам страны более четырех с половиной тысяч раз. В ответ силы обороны нанесли 13 ударов по районным сосредоточения личного состава противника на передовой. Самая динамичная ситуация на фронте по-прежнему на Покровском направлении. За сутки украинские военные отбили там более 50 атак россиян. Еще 1060 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за сутки, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также уничтожены 25 танков противника, 38 боевых бронемашин, 46 артиллерийских орудий и одна реактивная система залпового огня. Кроме этого, за сутки ВСУ сбили 27 беспилотников и сожгли 59 единиц авто и спецтехники российской армии. Европейская комиссия ждет от Венгрии разъяснений по поводу упрощения правил въезда в страну для граждан России и Беларуси. Об этом заявила представитель Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хипер на брифинге в Брюсселе. Комиссия свяжется с венгерскими властями по этому вопросу, чтобы уточнить сферу действия этой схемы и попадает ли она под действие правил ЕС. Как вам хорошо известно, и это наша позиция во всей нашей политике, Россия является угрозой безопасности для ЕС. И, следовательно, все инструменты на уровне стран-членов ЕС должны обеспечивать безопасность Евросоюза, а также принимать во внимание безопасность Шенгенской зоны в целом. И, конечно же, Венгрия, пропуская граждан третьих стран, обязана обеспечивать выполнение всех требований по въезду в Шенгенскую зону. А это включает в себя, кроме прочего, не только наличие визы или актуальных видов на жительство, но и отсутствие их в красных списках в базах данных Шенгенской зоны. Решение Венгрии ослабить визовые ограничения для российских туристов – это открытая дверь для шпионов, и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры. Об этом заявил глава крупнейшей партии Европарламента, Европейская народная партия Манфред Вебер. По его словам, выдача европейских виз позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС. И это вызывает серьезную угрозу национальной безопасности. Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре. Необходимость новой миграционной системы в Венгрии сомнительна. Она может создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности. Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС. Манфред Вебер, депутат Европарламента. В интервью Financial Times. Возросло число жертв шторма, который принес в Польшу грозы и шквальный ветер. Уже известно о троих погибших. Из-за поваленных деревьев и порванных линий электропередач обесточены сотни домов. Больше всего пострадали северная и центральная часть Польши. Сильнейшая буря обушевала и в Литве. Там до сих пор остаются без электроснабжения более 100 тысяч домохозяйств. Ветер повалил многочисленные столбы линий электропередач. Местами провода оборвало упавшими деревьями. Накануне сообщалось об одном погибшем. В Париже, где в эти дни проходит Олимпиада 2024, а также в пригородах столицы Франции, объявлено штормовое предупреждение. Введен так называемый оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу Метреологической службы страны, сегодня вечером ожидаются сильные грозы, ливни и град. В Сене возрос уровень загрязнения воды. Под угрозой оказалось проведение мужских соревнований по триатлону на играх. По данным метеорологов, также погодные условия продлятся до середины ночи. Кроме этого, в Париже также объявлено желтое предупреждение на фоне жары. В Ростове-на-Дону в России горел склад с пластиком. По данным местных телеграм-каналов, на складе россияне хранили комплектующие для дронов, а пожару предшествовал взрыв. Местные власти о причине возгорания ничего не сообщают. Ситуация в российской банковской системе ухудшается. Китайские финансовые учреждения в последнее время возвращают в Федерацию около 80% платежей, пишет издание The Moscow Times. Как утверждают эксперты, средства зависают на корреспондентских счетах примерно на месяц, после чего отправляются обратно в Россию. Детальнее о том, что ждет банковскую систему РФ и помогут ли ей так называемые дружественные страны, в сюжете Лариса Петрук. Сложности в трансграничных платежах сегодня одна из главных проблем российского бизнеса, уверены эксперты. Американские санкции, которые Минфин США ввел в середине июня, оказались одними из самых болезненных для российской банковской системы. Помимо основных финансовых учреждений Федерации, под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Как следствие, Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Следующий в очереди на выход из России юань. Ждем 13 августа, ключевая дата. Очень интересно, что будет с торгами юанем на Мосбирже. А если он перестанет торговаться, это значит, что у нас вообще не будет никакого нормального, прозрачного, понятного ценообразования на иностранную валюту. Потому что через юань, который сейчас торгуется, можно как-то вычислять кросс-курсы какие-то по доллару, евро и так далее. Если не будет рыночного ценообразования, то мы возвращаемся в Госбанк СССР и 68 копеек за доллар. Несмотря на якобы партнерские отношения между Пекином и Москвой, китайские банки опасаются вторичных санкций. А значит, в середине августа Россию могут ждать новые неприятности. Ранее так называемая дочка одного из крупнейших китайских банков, Bank of China, которая выполняла функции клирингового банка по юаню, ушла с Мосбиржи. Теперь торговля юанем, по сути, последней конвертируемой валютой в России, проходит только через ICBC-банк. Они пока туда подставили дочку ICBC-банка, но я думаю, что она тоже уйдет, потому что ICBC уязвим для западных санкций. Они сейчас ищут помельче китайские региональные, прежде всего, банки, которые не работают на международном рынке. Но там таких вот относительно крупных банков не так много, и они в основном работают на севере страны, обслуживают там внутренний рынок, а вот главные коммерческие банки на промышленно развитом вот этом юго-востоке. Так вот, китайские контрагенты не хотят идти открывать счета в эти вот удаленные банки на севере Китая. Опасаясь вторичных санкций, прекратили работу с банками из Федерации и некоторые их турецкие коллеги. Сложности начались в январе 2024-го. Однако уже в феврале ситуация для Кремля частично улучшилась. Турецкие банки разрешили проводить оплату за товары и услуги из так называемого «зеленого списка» – туризм, продовольствие, медицина, образование и другое. В то время как платежи с Китаем представляют собой самую большую проблему для Москвы, россияне столкнулись с аналогичными трудностями в Турции, говорят источники, знакомые с ситуацией. Ситуация там не такая плачевная, потому что лишь некоторые банки прекратили операции с Россией, говорят они. Торговля с Турцией также в основном ведется в рублях. Доля турецкого экспорта в рублях выросла на 50% с января по май, показывает статистика страны, пишет Bloomberg. Не решается полностью и проблема с выводом средств из Индии, уплаченных России за поставки нефти. Местный резервный банк разрешил лишь инвестировать эту прибыль в местные проекты, ценные бумаги и направлять их на будущие закупки товаров и услуг. Сложности в расчетах с Индией по-прежнему во многом связаны с тем, что у нее неконвертируемая валюта, которую нельзя вывезти из страны. На счетах в индийских банках накопилось 8 миллиардов долларов платежей в рупиях за российскую нефть. Хотя эти рупии россиянам предлагается использовать для закупки индийских товаров и местных инвестиций, это не так просто. Опасаясь санкций, сложности с расчетами, индийский бизнес не горит желанием наращивать обороты. И количество продукции, которую Россия может купить в Индии, не очень велико, пишет издание The Moscow Times. Даже страны Центральной Азии, которые в начале полномасштабной войны России против Украины помогали Кремлю обходить санкции, все чаще не соглашаются участвовать в серых схемах. Доля отказов выросла до 30%, а средний срок проведения операций до двух недель. В Венесуэле вспыхнули протесты из-за переизбрания авторитарного президента Николаса Мадуро на третий срок. Избирательные органы заявили, что он якобы набрал 51% голосов и должен продолжить правление, которое продолжается больше 20 лет. Оппозиция страны назвала результаты выборов сфальсифицированными. Так, лидер оппозиции Мария Каринна Мачадо объявила своего кандидата Эдмунда Гонсалеса настоящим победителем президентской гонки. Он набрал больше 6 миллионов голосов, что более чем в два раза превышает реальный результат Мадуро. Возмущенные нечестной победой Мадуро венесуэльцы вышли на массовые протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, а также задержало около полусотни человек. По меньшей мере уже 12 государств объявили, что не признают результатов президентских выборов в Венесуэле. Они потребовали срочного созыва постоянного совета организации американских государств. Он соберется уже в среду в Вашингтоне. Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, у Вашингтона есть серьезные опасения, что официальные результаты не отражают волю народа. Венесуэла, в свою очередь, заявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, не признавших результаты президентских выборов. Их позицию правительство Венесуэлы назвало якобы вмешательством во внутренние дела страны. Тем временем близкие союзники Мадуро – Россия, Китай, Иран и Куба – поприветствовали его победу. Николас Мадуро – 61-летний бывший водитель автобуса и министр иностранных дел. Он вступил в должность после смерти президента Уга Чавеса в 2013 году. А уже в 2019-м США и ряд западных стран не признали его переизбранием. Под руководством Мадуро страна пережила экономический коллапс, миграцию примерно третье населения, ухудшение дипломатических отношений. А санкции, введенные США и Европейским Союзом, полностью парализовали нефтяную промышленность страны. Результаты выборов в Венесуэле, протесты в стране и дальнейший курс Каракаса обсудим с гостем. К эфиру «Фридом» присоединяется Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии. Игорь, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вот Венесуэла протестует после победы Мадуро на президентских выборах. В чем причина, с чем не согласны венесуэльцы и почему они не признают результаты голосования? Объясните, пожалуйста, для наших зрителей. На самом деле мы понимаем, что проблемы в Венесуэле появились не вчера. И еще в памяти свежи события 2019 года, прошлых президентских выборов, когда даже в мире непосредственно Мадуро перестали признавать как законно избранного президента Венесуэлы, отдавая предпочтение господину Гуайда. В том числе и мы помним, насколько Соединенные Штаты рьяно боролись в данном направлении. Ну и несмотря на победу социалистов Гуайда, точнее говоря, Мадуро, и тогда, что Гуайда стал на... ну фактически проиграл эту борьбу, но внутреннее, внутреннее все-таки, ну скажем так, градус недоверия к Мадуро, он никуда не исчез. И то, что сейчас фактически повторяется ситуация еще с большей наглостью, когда фактически Мадуро, ну по разным оценкам, где-то сфальсифицировал в два раза больше за себя голосов, два с половиной, ну грубо говоря, не менее, не менее 20-25% он добавил в свою копилку. В то же время тот, кто опять должен был победить представителя позиции Гонзалес, он просто... ну опять ситуация у нас повторяется. Мы находимся в определенном сиквеле. И очевидно, что если бы Мадуро сидел, ничего не делал, ну такого, ну скажем так, крайне неординарного и так далее, то, возможно, ему бы и позволили совершить очередной такой мини-переворот с точки зрения демократических стандартов. Но опять-таки мы помним прошлое событие буквально вот недавно, вот эти все территориальные претензии Гаяне и желание Мадуро начать большую войну против своего соседа. И в данной ситуации, конечно же, сейчас мы видим, ну куда дальше будет двигаться Каракас. Вполне очевидно, это дальнейшее сближение позиций с той же Российской Федерацией. Очевидно, что вот этот клуб автократий, он сейчас становится все консолидирование. И они понимают, что демократия сегодня является прямой угрозой их власти, их контроля. И поэтому мы видим, что, соответственно, выборы по лучшим российским традициям в Венесуэле это просто попытка легитимизировать нынешний режим Мадуро. Поэтому я думаю, что понятно, опять большинство цивилизованного мира не признает за Мадуро власть в официальном Каракасе. Но, тем не менее, он сможет, скорее всего, удержать контроль сейчас над страной, если, конечно, эти протесты не смогут выйти на новый виток. И правоохранительные органы и спецслужбы Венесуэлы не станут на сторону протестующих. Но я в это верю очень и очень, скажем так, неактивно. Игорь, вот мы уже отметили, что Мадуро в третий раз, так сказать, побеждает на выборах президента Венесуэлы. Вот не становимся ли мы свидетелями зарождения новой диктатуры? Объясните, пожалуйста, какая вообще стала Венесуэла при режиме Мадуро? Ну, послушайте, на самом деле мы же помним, что Венесуэла, она не была близка к демократии. Мадуро, он попытался стать преемником режима Угачавеса, все-таки. И он продолжал, особенно там первый свой срок, там где там с 13-го года, по-моему. Ну, жил фактически на том, что было сделано предшественником. При его власти, собственно, он не принес ничего нового сегодня Венесуэля. И поэтому, на самом деле, и вот, скажем так, вот определенный аромат и амплуа все-таки человека Угачавеса, оно ушло далеко в прошлое. И сейчас остался просто Мадуро с коррупционной абсолютно системой, с абсолютно неэтичными, незаконными действиями правоохранительных органов. Ну, и поэтому мы, собственно, и видим ту ситуацию, которую сейчас население, просто сейчас Венесуэлы, избиратели, видя очередную несправедливость, просто не хотят очередной срок жить при нынешнем режиме. Но, опять-таки, учитывая поддержку со стороны автократий, и в том числе и со стороны, кстати, и Китая, я думаю, что Мадуро как раз и рассчитывает сегодня на поддержку вот этих своих партнеров по автократии. Ну, и нужно добавить, что Венесуэла – это одна из беднейших стран Южной Америки, да, и ситуация там не улучшается. Несмотря на нефть, конечно. Несмотря на нефть, и ситуация не улучшается уже очень давно. Вот Аргентина, Перу, Чили, и еще ряд стран не признали победу Мадуро на выборах. Это ведь соседи Венесуэлы. В ответ Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи стран. Вот насколько могут испортиться отношения Каракаса вот с соседями своими, и, возможно ли, политическая изоляция Венесуэлы? Как вы считаете? Ну, частичная – да, вполне, но, опять-таки, все сейчас находятся в режиме наблюдения. Сможет ли устоять Мадуро? Поможет ли ему сейчас вот этот клуб новых автократий, которые в том числе мы называем как «новая ось зла»? Ну, опять-таки, вполне очевидно, что сопротивление нынешнему режиму будет проходить, и эти страны, которые прямо вышли в авангарде сейчас непризнание результата выборов, конечно же, они воодушевляют, очевидно, и протестантов, те, которые все-таки верят в свои силы. Ну, будем дальше смотреть, поскольку шансы, действительно, ну, будем говорить объективно, неравны в этой ситуации, и если протесты утихнут, все-таки часть южноамериканских государств все-таки признают Мадуро, но это все будет зависеть, исходя из того, какое окончание нынешней истории мы увидим. Игорь, вот вы упомянули союзников, так сказать, Мадуро, это Россия, Китай, Иран и Куба, а вот скажите, могут ли эти страны помочь Мадуро удержать власть, то есть повлиять как-то на эти митинги, на разогнать эти митинги, и можно ли найти след этих государств в выборах президента Венесуэлы, например, кремлевский след, как это уже ранее бывало? Да, безусловно, на самом деле спецслужбы всегда работают в данном направлении, и я не удивлюсь, если там уже либо сел, либо планирует сесть определенный борт с спецпредставителями военных структур, возможно, и частных военных компаний для того, чтобы присоединиться к венесуэльским правоохранителям для подавления нынешних протестных настроений. Это абсолютно традиционная политика сейчас и Российской Федерации, и других стран, поэтому я думаю, что, скорее всего, Мадуро даже и сделал определенный запрос на такую поддержку, поскольку, как мы видим, удержать ситуацию самому ему крайне и крайне сложно. В Соединенных Штатах Америки сомневаются в итоге голосования, объявивших Мадуро победителем президентской гонки, и потребовали публикации подробного подсчета голосов, а также заявили, что в противном случае Белый Дом оставляет открытой возможность новых санкций против Венесуэлы. Какие ограничения еще может вести Вашингтон? Чем это грозит Каракасу? Ну, на самом деле, мы же понимаем, что любые усиления со стороны Вашингтона могут спровоцировать крайне серьезные последствия как к людям, которые окружают непосредственно Мадуро, так и призвести к осложнениям социальной ситуации, социально-экономической, поскольку действительно страна крайне бедная и любые санкции власти Венесуэлы пытаются перекидывать это бремя непосредственно на жителей данной страны. Но, тем не менее, мы понимаем, что сейчас будут усиливаться, например, поиски финансов в третьих странах. Очевидно, те страны, которые будут иметь контакты с Венесуэлой, они также могут подвергнуться вторичным санкциям. Ну, и опять-таки, все зависит в дальнейшем от нынешней ситуации, но я уверен, что действительно санкционное усиление будет задействовано в любом случае. Вот в нашем разговоре мы упомянули, что в стране огромная инфляция, в Венесуэле я имею в виду, ВВП падает, добыча нефти сокращается, в стране голод и не хватает лекарств. При Мадуро ситуация ухудшается из года в год. А есть ли кандидаты, ну, например, проигравший Эдмунд Дангонсалес, вот он смог изменить ситуацию, либо другой человек, любой, кроме Мадуро, и вывести экономику страны из крутого пике? Есть предпосылки к этому, скажем так? Ну, смотрите, во-первых, мы должны говорить о том, что это объединенный кандидат от оппозиции, то есть он уже прошел определенное сито контроля, подбора. Очевидно, что просто в Венесуэле есть запрос на смену власти, поскольку, ну, опять-таки, как я уже упоминал, режим Уга Чавеса в 13-м году после смерти его так планомерно перешел в режим Мадуро, в стагнирующий режим Мадуро, который, ну, по сути, по сути, кроме определенных там популистических решений, которые еще более ухудшили экономическую ситуацию, ну, ничего не принес абсолютно. Поэтому, конечно же, люди мифологизируют даже вот и Гонсалеса для того, чтобы, ну, хотя бы вот они жаждут действительно новой политики, новых решений, новой власти. И поэтому они будут, знаете, голосовать и за черта лысого, только не за Мадуро. И это, кстати, это просто, ну, на самом деле черная метка нынешнему режиму Венесуэля, поскольку даже если удастся сохранить ситуацию под контролем сейчас, то в ближайшем будущем социальный взрыв, он будет однозначным. Игорь, как эксперт, как аналитик, как вы видите развитие ситуации в Венесуэле? Что будет дальше? Вот вы предполагаете что-то? Ну, вполне очевидно, что сейчас, если режим Мадуро сможет все-таки заткнуть рот протестующим, то, конечно же, начнутся новая волна гонений и каким образом сегодня оппозиция смогла вывести людей на улицу. Притом, отмечу и подчеркну, что не было официального призыва от оппозиции выходить на улицы. То есть, де-факто, это произошло стихийно. Но все равно Мадуро будет искать тех, на кого можно будет повесить нынешнюю ситуацию. Соответственно, мы увидим ужесточение, закручивание гаек. И это, опять-таки, вызовет серьезную реакцию как и цивилизованного мира, причем с разных частей, как это и западный, это части стран глобального юга. Но в то же время мы увидим молчание того же Китая, который, опять-таки, таким образом будет делать одолжение Мадуро и тем самым усиливая свое же влияние уже в рамках Южной Америки. Ну, далее будем смотреть, конечно же. Да, мы следим за ситуацией. Игорь, спасибо большое, что разъяснили нам сценарий. И мы поговорили о выборах в Венесуэле. Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий, был с нами на связи. Соединенные Штаты Америки расширяют военный альянс с Японией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с японским министром обороны в Токио. По его словам, это будет самое значительное укрепление Американо-Японского Союза за последние 70 лет. Тему продолжит Кристина Домбровская. В рамках расширения сотрудничества между США и Японией на территории последней создадут новый штаб объединенных сил под командованием Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, который вместе с госсекретарем Энтони Блинкином провел переговоры с главой японского внешнеполитического ведомства Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Хикарой. Штабу передадут функции оперативного командования 54 тысячами военнослужащих. КНР, Россия и Северная Корея продолжают угрожать глобальной безопасности, поэтому Вашингтон и Токио расширяют сдерживание, подчеркнул Ллойд Остин. Вместе мы укрепляем нашу способность сдерживать и реагировать на дестабилизирующие действия. Мы продолжим развивать ключевые области оборонного сотрудничества, включая ударный потенциал Альянса, наше присутствие на юго-западных островах, совместные учения и тренировки. Усилим сотрудничество в области разведки. Я надеюсь на тесное сотрудничество с министром Остином в различных важных начинаниях по укреплению сдерживающего потенциала нашего Альянса, включая модернизацию системы командования и управления Японией и США. Как пишет Вашингтон-Пост, Токио отходит от десятилетий после военного пацифизма из-за растущей военной мощи Китая. В 2022 году Япония представила план удвоения расходов на оборону до 2% от валового внутреннего продукта, чтобы защитить себя и помочь Соединенным Штатам сохранить стабильность в западной части Тихого океана. Помимо этого, Япония собирается увеличить объемы выпуска снарядов для американских систем противовоздушной обороны «Патриот» и создать производственную базу для ракет «Амраам» средней дальности. Японцы понимают, что Китай не является их единственной проблемой. На их флангах также находятся Северная Корея и Россия. Совершенно ясно, что у них многонациональная проблема, а самый большой вызов – Китай. Именно по этой причине они пытаются укрепить альянс. Майкл Студеман, командующий управлением военно-морской разведки США. В комментарии The Washington Post. 28 июля главы оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи подписали трехсторонний меморандум в области безопасности. Как сообщило японское издание Киода, три страны договорились проводить совместные военные учения на фоне ядерной ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. А укрепление сотрудничества между Вашингтоном, Токио и Сеулом происходит на фоне сближения России с КНДР и с Китаем. Новая трехсторонняя программа поможет обеспечить долговечность наших прочных военных отношений. Это беспрецедентные шаги для нашего трехстороннего партнерства в области безопасности. Особенно сейчас, когда мир и стабильность на корейском полуострове и в регионе находятся под угрозой из-за недавнего подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, а также продолжающихся ракетных провокаций КНДР, я считаю, что проведение трехсторонней встречи по обороне является более значимым, чем когда-либо. Токио, Вашингтон и Сеул обеспокоены морскими притязаниями Китая в Южно-Китайском море. Ранее китайские и филиппинские суда уже неоднократно сталкивались вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Китай обвинил филиппинское судно в незаконном вхождении в этот район и принял против него меры контроля. Китайские суда также неоднократно вторгались в японские территориальные воды вокруг контролируемых Токио, островов Сенкаку, Восточно-Китайском море. На этом наше время подошло к концу. Спасибо, что смотрели и до встречи в 21.00. Субтитры создавал DimaTorzok